Иди, мой хороший, иди. Иди, моя собака. Грушу! Грушу собрал. Папа грушу кушал, а грузки доедаешь. Сегодня Филипп у вас научит, как правильно приготовить осьминога. Я приветствую вас на острове Сицилия, на нашем апельсиновом хуторе. Мы русско-итальянская семья, прожившая 20 лет в Германии. И в конце 2022 года мы переехали на остров Сицилию. Здесь мы купили старый дом, который вы видите на заднем фоне. На большом участке земли наш участок составляет полтора гектара. В данный момент мы живем в нашей городской квартире, здесь в городе Шакка. А дом на хуторе перестраиваем. Мы просто дождаться не можем того момента, когда сможем наконец-то переехать в наш дом. И нам не нужно будет ездить между городской квартирой и участком. Я уже в одном из видеороликов рассказывала. Для того, чтобы нам можно было продолжать строительные работы в доме, нам еще не хватает кое-каких бумаг. Так как нам в доме надо будет затрагивать несущие стены и менять размер окон, закладывать некоторые двери и увеличивать окна по ширине в 2-3 раза, так как мы в доме хотим большие окна. А некоторые окна наоборот менять на двери. Для этого нам нужно разрешение. В одном из видеороликов я дала не совсем правильную информацию, то есть я сама была неправильно информирована. Я сказала, что на это разрешение нам нужно будет 20 дней. Зачем вообще нужно разрешение? Дело в том, что весь остров Сицилия находится в зоне риска землетрясения. Поэтому для строительства дома и для ремонта дома, если будут затрагиваться несущие стены, есть определенные предписания. Эти предписания должны выполняться. для безопасности жителей. Так значит, срок 20 дней был неправильным, так как разрешение должно даваться не нашим городским управлениям, а районным. Нашим районным центром является город Агридженто. Я не знаю, не забегаю ли я вперед, но сегодня Филиппу разговаривал с нашим геометром, который несет ответственность за всю документацию, за все разрешения. И, к сожалению, он сейчас в данный момент не находится здесь в городе, и Филиппу не мог с ним вести длительный разговор. Но я надеюсь, что все-таки информация у нас правдивая, и у нас в ближайшие дни будет готово разрешение. Что будет означать, что мы сможем продолжать строительные работы в нашем доме, и, надеюсь, в ближайшие недели и в ближайшие месяцы дом будет готов для жилья. Также я рассказывала о своих опасениях, о том, что если бумажная волокита будет продолжаться слишком долго, то строительная фирма, конечно, может перейти на другой объект. Что и случилось. Всю работу в доме, которую можно было делать без разрешения, которая у нас отсутствовала, была выполнена, и фирма ушла на другой объект. Что означает, нам придется какое-то время потерпеть и подождать, пока фирма вернется. Кроме этого, август на Сицилии время отпусков, поэтому нам остается только надеяться, что прежде чем уйти в отпуск, строительная фирма хотя бы какую-то еще работу сможет выполнить в нашем доме. Это последняя информация, которая у меня есть по перестройке, по ремонту нашего дома. Теперь нам всем только остается надеяться, что все пойдет гладко и как можно быстрее. оболнения. Спасибо. Спасибо. У них есть. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Делаю лунки для тыквы 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 Сделала всего четыре лунки, две с одной стороны от лимонного дерева для одного сорта тыквы и две с другой стороны. А вдоль всей системы орошения мы посадим фасоль визу. Тыква очень любит удобренную почву, поэтому лунки, где я посеяла тыкву, мы удобрили опять же овечьим перегноем. Почву для фасоли мы не удобряли. Еще бы хотелось рассказать историю фасоли Лиза. История ее происхождения очень интересна. Дело в том, что у нас в Германии был не только участок три сотки рядом с домом, но и еще один дачный участок, который находился на расстоянии от нас 12 километров в городе Метцинген. На участке у нас росли различные фруктовые деревья, а также мы сажали некоторые овощи. Однажды, когда Лизе было еще 3-4 годика, она пришла и держала в ручке уже проросшую фасолинку. Она мне сказала, смотри, мама, что я нашла. Я увидела, что в руке у нее фасолина. Она мне сказала, что эту фасолинку она хочет посадить. Фасолинку мы посадили. Семена мы размножали несколько лет в Германии. И потом позже привезли их с собой на Сицилию. Посмотрим, понравится ли фасоли Лиза сицилийская земля. Фасолина Лиза сицилийская земля. Ты тоже страдаешь от жары, как и я, да, Белло? Ты же у меня настоящий сицилиец. На Сицилии родился, в отличие от меня. Здесь у меня между укропом есть лунки. В них росли огурцы. Огурцы у нас уже отошли с первого посева. Я в этих лунках посеяла баклажаны пару недель назад и перцы. Желтый сладкий перец. Посмотрите, отличие. Это у нас перец. Он тоже взошел, но еще прям совсем-совсем маленький. Это у нас перчик. И баклажаны. Отлично растут, очень быстро. И их уже можно пересаживать. Чем я сейчас и займусь. Жара чуточку спала. У нас уже девятый час вечера. Здесь у меня освободилась грядка между морковью и сельдереем. И в нее я решила высадить баклажаны. Я немного подняла только бортики. Сейчас удобрю немного землю прямо в лунке. Удобрять буду овечьим перегноем. И начну высаживать мои баклажаны. Я когда сеяла баклажаны, то говорила, что это эксперимент. Я хотела посмотреть, получится ли у меня собрать урожай с баклажан, которые я посеяла в начале июля. Но теперь, наблюдая за моими баклажанами, за моими саженцами, я просто уверена, что баклажаны в этом году еще успеют вырасти. Уйди, Балло. Уйди. Уйди. Балло, это не твоего ума дело. Серьезно. Фу, не лежи. Не лежи. Не хочу, чтобы лизал. Так, раз, два, три, четыре, пять. Уйди, Балло. Так, раз, два, три. Уйди, Балло. Один. Уятые, блэй. У Ook. Баклажаны высажены. Прошло два дня после того, как я высадила баклажаны, они отлично прижились на новом месте, несмотря на жару. Нам базилик и мята нужны, Белло. Пойдем. Очень душистая сицилийская мята. Смотрите. Я уже показывала вам в прошлом видеоролике, как мы вялем помидоры. Помидоры в этом году нам вялить помогала тетя Филиппо, тетя Зина. С вялеными помидорами итальянцы готовят различные блюда, в том числе и пасту. А также их едят как антипасти, то есть на закуску. Любители пива могут есть вяленые помидоры и к пиву вместо кириешек. А другую часть сложу в банки с пряными травами и залью их растительным маслом. Кстати, из 8 килограмм свежих помидоров получается 1 килограмм вяленых. Я одну баночку сделаю с базиликом, одну с мятой, а другую с орегано. Травы складываю на самое дно, чтобы они были закрыты подсолнечным маслом, не плавали сверху и не заплеснили. Поверх пряных трав я сложила помидоры и залила их растительным маслом. Важно, чтобы помидоры были сухими, а пряные травы не плавали сверху. Таким образом, помидоры не обязательно ставить в прохладное место, а можно хранить в обыкновенном кухонном шкафу. Я уже рассказывала в одном из своих видеороликов, что в этом году на острове Сицилия, в наш первый огородный сезон, я пробовала сажать 16 различных сортов помидоров. Некоторые из этих сортов я сажала уже в Германии, другие привезла из Казахстана, и третьи сорта сицилийские. На следующий год число сортов помидор, которые я буду сажать, сократится. 7 сортов помидоров, которые у меня сейчас лежат на столе, я буду обязательно сажать. Как раз сейчас я занимаюсь размножением семян из этих сортов помидоров. Прибавятся ли к этим сортам помидоров еще какие-то сорта, какие я сажала в этом году, этого я пока еще не знаю. В действительности же речь идет о желтом ананасовом помидоре. Этот помидор вырастает огромных размеров. Он желтый, сладкий и с розовой прожилкой. Второй помидор, помидор бычье сердце. Здесь у меня маленький экземпляр, но вырастает он и больших размеров. Третий помидор черный испанский. Этот помидор, помидор корлеонеза, итальянский сорт помидоров, он идеально подходит для вяления. Сорт пиццутелло, это тоже итальянский сорт помидоров, идеально подходящий для томатного соуса. И два сорта мелкого коктейльного помидора. Помидоры чилиджино. Один сорт розовый и другой красный. У розового чилиджино тонкая шкурка и рыхлая мякоть. А у красного шкурка более плотная, он очень сладкий и невероятно плодоносный. Продолжение следует... На ужин у нас сегодня будет салат из осьминогов. Очень-очень сильно его люблю. Для этого нам нужны морковь и сельдерей. Сельдерей нам нужен листовой. Белло, а ты что собрал? Ну-ка покажи, иди сюда. Что Белло собрал? Что Белло во рту? Иди, мой хороший, иди. Иди, моя собака. Моя собака. Что собрал? Грушу. Грушу собрал. Папа грушу кушал. Огрызки доедаешь, ты мой маленький. Завтра за грушами пойдем. Хорошо, будешь кушать сколько захочешь. Огрызки доедаешь. С хутором мы вернулись в нашу городскую квартиру, так как девочек мы оставляли дома. До этого мы были на море. Сегодня мы очень много сделали, и поэтому девочки очень устали, и мы их оставили дома. И, конечно, спешили возвратиться в городскую квартиру. А теперь начинаем готовить салат из нашего осьминога. Сегодня Филипп у вас научит, как правильно приготовить осьминога. Самое первое, что делают итальянцы для того, чтобы осьминог был мягким. Осьминога итальянцы замораживают перед тем, как варить. Филиппу разрезал лимон на 4 части, и сейчас добавят его в воду, в которой будет вариться осьминог. У нас осьминог не особо большого размера и веса. Весит он примерно 700 грамм. Вода с лимоном и солью должна сначала закипеть, прежде чем мы в нее положим осьминога. Осьминога. осьминога будем готовить в кипящей воде 20 минут 20 минут он будет вариться затем огонь мы выключим и на 20 минут мы его еще оставим после варки в горячей воде засекаем время пока наш осьминог варится филиппу режет сельдерей и морковь варки варки варки, углубим, ай-минтик,ひоли, крючки, нереженых и безусловно Рыба и морские продукты очень любят чеснок, поэтому добавляем его в салат. Филиппа добавляет целый зубчик. Мы в салат решили добавить еще мидии. Мидии мы готовили и ели вчера, не смогли их все съесть, поэтому почистили их и заморозили. А теперь добавим их в салат. Кроме этого, мы добавим в салат еще креветки. Их мы отварили и теперь будем чистить. Креветки мы почистили и добавили в салат. Теперь добавляем мидии. Кроме этого, мы в салат добавим мелко нарезанную петрушку и еще Филиппо выдавил в него сок половины лимона. Пока у нас осьминог остывает, морковь и сельдерей в это время немного замаринуются. Красавый. Голова, дочка. Я полезу с Сузан. На запах осьминога поспели и дети. Филиппу говорит осьминог мягкий, как масло. Не ровно. Осталось нарезать только голову и салат готов. Прежде чем осьминога отправим к остальным ингредиентам, его, конечно, сначала нужно остудить. Параллельно сделали салат из помидоров с луком. Здесь у нас всего один помидор. Один из моих любимых сортов помидоров. Желтые, крупные, сладкие, с розовой прожилкой. Этот сорт называется ананасовый помидор. Салат мы еще посолили, поперчили и заправили оливковым маслом. Наш сицилийский ужин готов. Приятного аппетита. Наша маленькая Соня раскапризничалась, поэтому приступаем за ужин и ложимся спать. На этом сегодня с острова Сицилия все. Вам огромное спасибо за вашу подписку, за просмотры и за ваши добрые комментарии. Вам желаю отличного проведения летнего времени и только всего самого хорошего. До новых встреч и пока!